Вы смотрите программу День Города в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о некоторых его темах. Каток размером в город. Рязань сегодня оказалась в плену льда. Он может сломаться, сложиться, задавить вас. Жители пострадавшего от взрыва дома не верят в его безопасность для проживания. В администрации города уверяют в обратном. Моя полиция меня бережет. В России отмечают профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел. Снегопадами, которые прошли в конце той недели, сюрпризы погоды не закончились. Рязань сегодня была вновь атакована непогодой. Регион накрыл ледяной дождь. С большими неприятностями столкнулись утра пешеходы. Бульвары буквально покрылись ледяной коркой. В результате ледяного зажня в Рязани тротуары превратились в ледяной каток. С утра в интернете появились видео и фото ледяного утра в Рязани. Пешеходы могли смело надевать коньки. Поверхность тротуаров и дорог заставляла скользить не только на поворотах, спусках и наклонах. Упасть можно было на ровном месте. Не в лучшей ситуации оказались автомобилисты. Те, кто не оставил машину в теплом гараже, утром боролись с последствиями погодных явлений. Корка льда по всему автомобилю привела многих к иронии над своим положением. В результате дождя на машинах образовались двойные стекла. Проблемы решались по-разному. Другие люди как минимум 30 минут тратили на то, чтобы методично очистить от льда свою машину. Сами при этом чуть не превращались в экспонаты на выставке ледяных фигур. С неба продолжал капать холодный дождь. Неудивительно, если многие в этот день опоздали на работу. Какие сюрпризы горожанам принесет следующее утро, увидим завтра. Зима уже наступает на пятки осени. Так что будьте готовы ко всему. Хочу также обратить внимание, особое внимание, опять же это касается жилой инспекции, касается глава администрации городов района. Особое внимание обратить на работу управляющей компании во дворах. Потому что стоит это дело запустить, как только мороз ударит и остаются вот эти наледи незачищенные, все, это считается всю зиму до весны. Я прошу также подключить административную инспекцию к этому вопросу. Это в интересах, опять же, граждан. Жильцов из второго подъезда дома номер 4 в первом осеннем переулке, где произошел взрыв газа, принудительно выселились гостиницы временного проживания. Об этом люди рассказали нашей съемочной группе. Не спросили нашего желания, хотите ли вы остаться или не хотите. Просто у вас включены все коммуникации, все подключено, все необходимые условия для проживания существуют, невзирая на то, что это незавершенное строительство, то есть стройплощадка. У нас заезжает большое количество учителей, поэтому нам нужны номера. Мест в гостинице лишних нет. Сегодня пострадавший дом восстанавливают строители. На месте работает кран. Происходит демонтаж разрушенных этажей. Люди говорят, что живут в буквальном смысле на стройке. Жить страшно, с детьми страшно, опасно, так как падают кирпичи сверху. Подходила лично к парарабу, чтобы как-то обезопасить детей, когда они идут в школу. Ну, мне сказали, что кран будет ходить в другую сторону. Поставили самосвал, где работал глонастер. Спать невозможно. Это издевательство над людьми. По словам жильцов, в дом они возвращаться боятся. Экспертиза, проведенная при помощи аппарата «Струна», в первый же день после взрыва, показала, что дом на осеннем переулке ограниченно пригоден для проживания. Ну, вот документ из 53 листов нам был представлен только в виде одного листа, где расшифровывают, что такое ограниченная рабоспособность дома. Что там жить можно, он не опрокинется. Не опрокинется. Но он может сломаться, сложиться, задавить вас. Проводить по квартирную экспертизу администрация Рязани отказалась, ославшись на то, что технически это невозможно. Как рассказали жильцы, эксперты проводили в квартирах визуальный осмотр. Из оборудования у них были только фонарики. Мы зашли, увидели трещины, сказали, что да, эти трещины они наблюдали из первого подъезда, они сквозные ко мне в квартиру. То есть несущая стена моей квартиры, она пострадала в результате взрыва, то есть там сквозные трещины в первый подъезд. Какие средства у них были? У них был фонарик, потому что в доме было темно, ну и электричества не было. Вот. И был топор. Рекомендации дали, что вот в вашей квартире мы не рекомендуем вам находиться, здесь опасно, вы лучше где-то подальше отсюда находитесь. Между осями H и C, плита перекрытия, квартира 36. Это моя квартира. Муж сегодня ездил, говорит нам, там уже строят техэтаж. Да. Над нашей квартирой строят техэтаж. Какая плита перекрытия у меня там рухнет потом, когда я заеду в эту квартиру, я не знаю. Я не знаю. Я не понимаю, где там ось и в какой комнате мне можно находиться, а в какой нет. На данный момент люди написали письма в администрацию президента, в генеральную прокуратуру, администрацию города и правительство области с требованием признать дом непригодным для проживания. Кроме того, люди возмущены следствием по данному делу. Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работы или оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности». Почему не рассматриваются другие версии причины произошедшего, не допрашивают потерпевших, не берут во внимание тот факт, что у данного дома большая предыстория с перебоями в теплоснабжении. Все это остается пока только вопросами, и люди намерены добиваться ответов. Обратно домой вернулись лишь те семьи, которым просто некуда больше идти. Остальные разъезжаются по знакомым и родственникам. Жители пострадавшего при взрыве дома обратились к общественникам с просьбой остановить их выселение из гостиницы Рязанского института развития образования, где они были размещены после взрыва. Надо жителей этого дома познакомить с результатами работы, с результатами той экспертизы, которая как бы привели. Потому что одни говорят, дом непригодный для проживания, другие говорили. Была экспертиза, дом признан приходным для проживания. Ознакомить с теми документами. То есть надо войти с людьми в контакт, и в контакте все эти проблемные вопросы решать. В Рязани отменили режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом в доме в осеннем переулке. Сегодня с жителями и прессой встретились представители администрации города и подрядных организаций, отвечающих за восстановление и реконструкцию этого дома. Далее Галина Ершова. В доме в первом осеннем переулке, не прекращаясь, идут восстановительные работы. Несмотря на плохую погоду, рабочие на объекте круглосуточно. Сейчас первая секция дома, в котором 23 октября прогремел взрыв, закрыта лесами и специальной защитной сеткой. Шум от отбойных молотков скоро закончится, ведь работы по демонтажу разрушенных квартир завершены. Теперь подрядная организация займется работой созидательной – кладкой кирпича и монтажом плит перекрытия. В первой секции дома было решено оставить семь этажей, по три квартиры на восьмом и девятом этажах, а также одну квартиру на десятом этаже. Восьмой этаж переделывают под технические нужды и положат на него кровлю. Что касается второго подъезда, где уже проживают жители, мы утепляем верхнюю часть технического этажа. Кроме этого, ведем уже работы по ремонту кровли. Планируем завершить буквально в течение двух, максимум трех дней. Остекление дома полностью завершено. Восстановлены все коммуникации. С газом и горячей водой перебоев нет. В РИРО и пункте временного размещения остаются 48 человек. Из них четыре ребенка. Это жители первого подъезда. Все жильцы второй секции заселены, за исключением одной квартиры, где будет произведен ремонт. Сейчас там установлены маячки для наблюдения за трещиной. С момента установки маячков подвижек нет. Сегодня была экспертиза. Жильцы сами, собственно, вызывали свою экспертизу. И мы привозили экспертизу свою техническую, которая делала замеры. Параллельно с наружными работами идет просмотр квартиры, составление дефектной ведомости, чтобы в ближайшие дни приступить к внутреннему ремонту здания. Мы конкретно с каждым жильцом этих квартир проводим работу. И все требования, просьбы, которые они оговаривают, мы их все будем, безусловно, выполнять. Ситуация со взрывом дома приобрела широкий общественный резонанс. В связи с этим, к сожалению, некоторые люди, которые слабо разбираются в ситуации, не были на разрушенном здании, пытаются прорекламировать себя за счет горя других. С большим разочарованием прочитала сегодня сообщение в СМИ Андрея Леонидовича Красова по поводу недовольства жителей, по поводу бездушия властей. На сегодняшний день около миллиона рублей перечислили коммерческие организации, только подчеркиваю, только коммерческие, а еще и госучреждения, муниципальные. Это помощь жильцам. Напомним, что на выплаты пострадавшим только из государственного бюджета было потрачено более 18 миллионов рублей, а также создан фонд, в рамках которого перечислить деньги попавшим в беду людям мог каждый желающий. Сегодня на доме продолжаются ремонтные работы. Они идут в соответствии с утвержденным графиком. Сроки у нас поставлены так, чтобы все жители встретили Новый год в своих квартирах уже с отделкой. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел России. Празднику уже более 300 лет. Он берет свое начало с 1715 года, когда Петр I создал в Россию службу охраны общественного порядка, назвав ее полицией, что в переводе с греческого означает государство. Статная выправка и блеск орденов. Сегодня в Рязани отметили Всероссийский день сотрудников внутренних дел. Торжественная церемония началась с возложения цветов в память погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и при исполнении служебного долга. Сила и мужество, непредвзятость и настойчивость в достижении цели, ответственность – вот главные качества полицейских. Профессиональный праздник многие из них встретили на боевом посту. Каждый день сотрудники полиции раскрывают десятки преступлений, конвоируют заключенных, следят за соблюдением правил дорожного движения. Сегодня они подводят итоги работы за целый год. В этом зале находятся только лучшие из лучших. Почти каждому из них вручили государственные награды за заслуги перед Отечеством. Желаю ветеранам и сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, благополучия и успехов по службе. Спасибо за вашу работу. Геннадий Ермаков – подполковник полиции. В этом году он вышел на заслуженный отдых, посвятив работе в криминалистической службе 26 лет. Его карьера началась неожиданно – в начале 90-х. После армии хорошо зарекомендовавшего себя молодого человека пригласили работать в органы внутренних дел. Попробовать получилось, понравилось и посвятил свою жизнь этому делу. Все-таки хотел изменить мир, так сказать, большими словами, к лучшему. Навести порядок на улицах, как говорится, чтобы люди чувствовали себя спокойно. Благородная работа и сейчас зажигает сердца молодежи. Ведь перед их глазами яркие примеры ежедневных подвигов. Полковник полиции Иван Бахилов стоит на страже порядка уже 22 года. За это время через его руки прошли тысячи уголовных дел. Когда раскрываешь это преступление, когда у бабушки, у рядового гражданина пропадают деньги, попадают какие-то вещи, и вот чувство благодарности граждан, она передается и вдохновляет на основные хорошие дела. Сотрудники полиции в любую минуту готовы прийти на помощь. Но сами они считают, что их основной задачей является не раскрытие преступлений, а их предотвращение. Тогда жизнь граждан станет по-настоящему спокойной. Быть полицейским – это призвание. Своей службой это за дня в день доказывают не только герои, погибшие при исполнении или совершающие подвиги, рискуясь собственной жизнью, но и рядовые сотрудники, под чьим контролем находится наше с вами спокойствие и общественный порядок. Сегодня в профессиональный праздник полицейских наша съемочная группа встретилась с одним из представителей ведомства, чтобы в очередной раз оказаться в закулисье сложной, с первого взгляда незаметной и очень важной работы. Пьяная драка, квартирная кража, шумные соседи или подозрительные лица в подъезде. С абсолютно любой проблемой люди приходят сюда, в участковый пункт полиции, сотрудники которого круглосуточно трудятся во имя сохранения порядка и спокойствия граждан. Вот уже 7 лет Сергей Корешков ежегодно проводит рабочее время на своем участке, расположившемся от круиза до глобуса. Чаще всего его встречают как хорошего друга. Я им разъясняю, не говорю конкретно по адресам, я говорю, вот в этом доме была квартира на краж, вот в этом доме квартира на краж, вот здесь преступление, мошенничество, здесь мошенничество. И они уже ориентируются. Вот когда участковый участок, ему просто говоришь, с граждан беседуешь, и они уже в следующий раз, то есть я сам чувствую уверенность в том, что они не пустят людей каких-то. Подозрительного человека. Да. Привычные адреса, наиболее проблемные, посещаемы первым делом. В таких домах у Сергея давно есть друзья, люди, которые доверяют ему и которым доверяет он сам. Мой внештатный сотрудник, все, что происходит в районе, то есть во дворе, во дворе, самое оптимальное, у нас что, общаются бабушки между собой, старший подъезд, ССЖ. Если не общаться с гражданами, не общаться с гражданами во дворе, как дома, соответственно, участковый ничего знать не будет. А кто ему участковому просто так скажет про что-то? Можно сказать только доверенное лицо, которому он доверяет. Вот я, например, в советское время я был командир дружины, у меня было 12 человек. Заслужить доверие – главное, что необходимо для эффективной работы, считает Сергей. Именно постоянное общение с людьми, доверительные разговоры позволяют выявить проблемные моменты, потенциальные опасности и иногда предотвратить беду. Наша задача как участкового – это общение и профилактика. А уже потом идет раскрытие, когда уже преступление совершено, то есть дальше уже с помощью общения с гражданами. Благодаря такой методике работы, постоянному общению и налаживанию отношений, в практике старшего участкового по этому участку встречаются самые разнообразные вопросы, которые ему приходится решать. Муж ушел из семьи, женился в новую семью, и потом решил вернуться, предположим, обратно. И между настоящей женой и бывшей женой, ввиду того, что там дети, начинается конфликтная ситуация. И, получается, приходится как, чтобы не допустить конфликтной ситуации, и чтобы она потом не вылилась в что-то более серьезное, на что может пойти ревнивая женщина. На все. Пришлось вызвать одну, вторую сторону, вызвать этого мужчину и сказать, например, давай на нейтральной территории, и ты определись. Я, конечно, не буду вас учить, это ваша семья. Но это может потом прийти к тому, что ты либо придет к тяжкому преступлению, либо еще к чему-то, либо к причинению вреда здоровью. А вот собственная семья давно смирилась с тем, что Сергей может проводить на работе целые дни и по необходимости выезжать на службу ночью и в выходные. Между тем, сам Сергей своей профессии одержим. Здесь он знает каждый уголок, каждую проблемную квартиру и целью считает предотвратить как можно больше несчастьй. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь до завтра и желаю вам хорошего настроения. Новости и другие авторские программы моих коллег.